Большой стратегический привет всем жевжикам, которые смотрят это видео, а также сочувствующим и случайным прохожим. 21 сентября исполнилось ровно 10 лет с момента выхода Seedmers Civilization 5, той самой игры, в общем-то, с которой начался мой канал. Но, на удивление, обзора пятой Цивы на моем канале нету. Есть обзоры всех предыдущих, вы можете увидеть их, перейдя на главную страницу канала и промотав немного вниз к обзорам ретро-игр. Есть, конечно же, обзоры шестой Цивы, а вот для пятой только гайды и стратегии. Поэтому вы слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет и в честь десятилетия, ретро-обзор пятой Цивы, эгэ-гэй. Итак, с момента выхода четвертой Цивы прошло пять лет. Главный дизайнер четвертой Цивы Сорен Джонсон подался на вольные хлеба, в будущем он создаст игру Off-World, а для современных игроков он известен как главный геймдизайнер глобальной стратегии Old World. Но деньги зарабатывать надо, пришло время для очередной номерной Цивы, и Сид Мэйер доверил стать главным геймдизайнером Джону Шейферу. Интересен его путь в Фераксис. Он делал фанатские моды для третьей цивилизации, был бета-тестером для дополнений к третьей Циве, а также для четвертой, а в 2005 году стал интерном в Фераксис, так как хорошо владел Пайтоном, языком, на котором четвертая Цивы была написана. Дополнение к четвертой Циве Warlords и Beyond the Sword он уже даже программировал. К сожалению, я без понятия, как Сид Мэйер выбирает главных дизайнеров для каждой Цивы, но, видимо, идеи Джона Шейфера ему пришлись больше всего по душе, и именно Джон возглавил разработку Сид Мэйер's Civilization 5. И когда игра вышла 21 сентября, игроки получили совершенно отличающийся от предшественника игровой опыт. Два главных изменения — это шестиугольные тайлы вместо квадратных, каковые были в предыдущих четырех Цивах, и возможность нахождения на одной клетке только одному юнита. Последняя часть вообще в целом революционизировала игру в Циву и повысила тактическую составляющую, правда, в ущерб стратегической, о чем поговорим дальше. Вообще, когда игра только разрабатывалась, я удивлялся, зачем менять квадратную карту на шестиугольную, ведь с квадрата вы можете двигаться в восьми направлениях, а с шестиугольной, соответственно, только в шести. Однако, несомненно, это повышает, во-первых, визуальное качество, то есть шестиугольные клетки выглядят более реальными, чем квадратные. А во-вторых, заставляют игрока лучше продумывать свои действия, ведь неверный выбор направления снижает тактическое преимущество. Ну, а один юнит на тайл похоронил знаменитый стек оф дум, ведь ранее во всех Цивах с первой по четвертую игрок мог собрать на одной клетке огромное количество разных юнитов и вести их на соперника, практически забив на ландшафт, пересеченную местность и так далее. Я знаю, что есть множество игроков, которые считают, что именно в стеке судьбы и была сила Цивилизации, но я к их числу не принадлежу. Один юнит на тайл перевел серию игр Цивилизейшн на другой уровень и действительно добавил больше тактики, даже можно сказать, что приблизил их к шахматам. Но это я упрощаю. На самом деле, Джон Шейфер приблизил Циву к варгеймам, а точнее к игре Панцер Дженерал, далекому варгейму 94-го года от Strategic Simulations, в которую Джон играл, будучи ребенком. Но кроме этих двух нововведений, в пятой Циве появилось много и других. Во-первых, это, конечно же, города-государства. Раньше ничего подобного в Циве не было. Можно с натяжкой подобным назвать города-варваров в четвертой Циве, но это были действительно просто города-варваров, которые просто спамили юнитов и нападали на всех вокруг. Города же-государства — это дополнительный слой стратегии, с которым вы можете взаимодействовать, посылать послов, требовать с них дань, получать различные бонусы. Хотя, честно говоря, мне жалко, что города-варваров пропали. И ни в пятой, ни в шестой Циве варвары не могут создавать ни свои города, ни захватить чужой город и сделать его своим. Следующее важное изменение — города теперь не требовали защитников внутри них. Конечно, если вы оставляли юнит внутри города, у него повышалась защита, да и атаковать вы могли, но необходимость защищать города юнитами отпала, и это тоже повысило тактическую возможность. Теперь сам город представлял из себя эдакий стационарный юнит, который даже обстреливать мог приближающихся соперников. Изменилась механика вассалитета. Если в четвертой цивилизации вы могли целые государства сделать вассалами, то в пятой цивилизации это относилось только к отдельным городам и то, когда вы их захватывали. То есть при захвате города вы могли выбрать, либо вы делаете их городами-марионетками, либо аннексируете. Если городом-марионеткой, то вы не так много тратите на этот город счастья, но и ресурсов этот город вам дает, по-моему, только четверть. Появилась ограниченность в природных ресурсах. До пятой цивилизации, если у вас есть железо на территории, значит вы можете бесконечно его использовать. Ну да, бывало иногда, что этот ресурс как бы исчезал, но определенное количество появилось только в пятой цивилизации. Например, одно месторождение железа давало шесть штук этого самого железа, и, соответственно, вы могли сделать только шесть мечников, каждый из которых потреблял это самое одно железо. К сожалению, больший упор на тактическую часть повлиял на часть стратегическую и упростил ее. Я думаю, что это было сделано специально, потому что иначе, возможно, по мнению геймдизайнера, игроки могли просто потеряться в том, что от них требовалось. Лично я больше всего скучаю по механике здоровья из четвертой цивилизации, потому что там было и счастье, и здоровье, и обе эти механики по-разному влияли на рост города. Сама механика счастья тоже была упрощена. Если в предыдущих, да и в нынешней, в шестерке, счастье внутри каждого города по отдельности высчитывается, то для пятерки оно было создано общим. У вас есть какое-то количество счастья, за каждый город у вас отнимается четыре счастья, по-моему, прибавляется с определенными строениями или социальными политиками, и вот балансируйте на грани нуля, потому что минус, по счастью, дает существенные штрафы. Исчезли случайные события, которые были в четверке, но можно считать, что их заменили квесты от городов-государств. Еще важный момент, который исчез в пятерке и с небольшой натяжкой появился в шестерке, это возможность культурного давления на соперника. Увеличение границ городов так и осталось за счет культуры, но в предыдущих частях вы могли захватывать и чужие территории благодаря давлению культуры. В пятой части эта возможность исчезла вообще. В шестой можно считать, что это заменили на лояльность, но лояльность на границе никак не действует, она действует только на то, что города могут отвалиться. И мне все-таки кажется, что добавление лояльности — это умножение сущностей. Культуры было бы достаточно. Зачем нам еще лояльность эти? Вы можете давить культурой на соперника. Зачем вводить еще одну сущность? Но, тем не менее, в пятерке этого не было вообще, и единственная возможность отобрать границу у соперника — это была поставить крепость генералам. Изначально в пятой цивилизации отсутствовал и шпионаж, и религия, и караваны, и это, конечно, возмущало на релизе пятой части, но потом постепенно с дополнениями все эти механики добавили. Кстати, именно в пятой части исчезла возможность торговли технологиями. Ее заменили на договор о совместных исследованиях, а в шестерке это можно считать как научный договор. И я, в принципе, считаю правильно, потому что слишком уж быстро протекала игра, если вы менялись технологиями. Хотя, с другой стороны, система обмена технологий в Endless Legend, вообще в играх от Amplitude, мне тоже нравится, так что ждем выхода Humankind и посмотрим, как это будет там реализовано. Из-за того, что тайлы изменились с квадратных на шестиугольные, изменилась и механика роста города. Раньше города обрабатывали клетки только в радиусе двух, причем город рос только один раз, грубо говоря. Сначала он ставился так, что мог обрабатывать клетки в первом радиусе, а с увеличением культуры потом и во втором радиусе. И все. В пятой же Циве мало того, что город сможет обрабатывать клетки до третьего радиуса, но еще и культурный захват этой клетки происходит не радиусами, а по одной штуке. То есть постепенно со временем город по одной-по одной клеточке захватывает, но при этом вы можете эти клетки выкупать за деньги, чего тоже раньше не было. Разрушение города происходит тоже не мгновенно, и я не понимаю, почему от этого решили отказаться в шестой цивилизации. Собственно, количество ходов, необходимое на разрушение города, зависит от количества его жителей. Например, если 5 жителей в городе, то его разрушение займет 5 ходов. При этом невозможно было разрушать столицы и священные города, а также города-государства. Конечно же, основное нововведение — это один юнит на тайл, и именно оно сделало пятую циву похожим больше на варгейм, чем на предыдущие части этой глобальной стратегии. Однако разделение юнитов по принципу камень-ножницы-бумага было и в прошлых частях. Так, копейщики сильнее противодействуют конным юнитам. Осадные юниты, типа катапульты-требушетов, лучше обстреливают города. Однако еще одно важное нововведение — это апгрейд юнитов. Да, в четвертой цивилизации тоже у каждого типа юнита был определенный тип специализации, но в пятой эта специализация еще больше усилилась. При этом, что в прошлых сериях, что в шестой, апгрейд юнита еще и лечил юнит. И лечит, конечно же. А в пятой вы должны были выбирать либо дать ему повышение, либо его исцелить на 50 хитпоинтов. Правда, в отличие от той же шестой цивы, в пятой юнит лечился и при разграблении любого абсолютного улучшения. А в шестой же циве юниты лечатся только при разграблении определенных улучшений, по-моему, ферм. Ну и рыбацких лодок, конечно. При выходе пятой цивы в ней было всего 18 цивилизаций, кстати. Совсем мало. И опять, в отличие от всех предыдущих, всего по одному лидеру было у каждой цивилизации. Потом с дополнениями количество цивилизаций довели до 43. Для сравнения, в шестой циве уже сейчас цивилизаций 47. А лидеров еще больше, ведь у некоторых цивилизаций их по две штуки. Еще, по моему мнению, были упрощены общественные институты. Их сделали в виде веток развития, причем принятие социальных институтов нельзя было отменить, что, согласитесь, странно. То есть я принимал традиционализм в каком-нибудь лохматом году до нашей эры. И моя страна шагала с этим традиционализмом до космического корабля и улетала на другую планету. То есть в этом плане, конечно же, и карточки из шестой цивилизации, и возможность смены постоянного цивиков в четвертой мне кажутся лучшим стратегическим вариантом. Но, опять же, это сделано в угоду того, что пятая цива — это больше варгейм, чем стратегия. Чтобы игроки меньше отвлекались вот на микроменеджмент стратегически и больше на передвижение юнитов. Если говорить про чудеса света, то по сравнению с пятой в шестой пропали национальные чудеса, которые на самом деле появились в четвертой еще. То есть, например, если вы в каждом городе построите библиотеку, то вы сможете где-то построить национальный колледж. Если во всех городах у вас построены арены, то вы сможете построить большой цирк и так далее. Кстати, действительно, вот сейчас я задумался, а почему их убрали-то в шестой цирке. По-моему, была хорошая вполне механика. Если говорить про типы победы, то пропала религиозная. Остались только научная, культурная, дипломатическая, военная и по сумме очков. Так что в этом плане что четверка, что шестерка, конечно, поразнообразнее. Еще раз повторю, что, по моему мнению, главная фишка, которая сделала пятую цивилизацию популярной, это заточенность на воргейм. Более простая стратегическая часть и намного более сложная тактическая часть. И именно поэтому пятерка больше популярна в сети, чем при игре против компьютера, потому что, к сожалению, научить компьютер нормально действовать войсками при такой системе оказалось намного сложнее. Стэком из юнитов компьютер пользовался намного мощнее, чем одиночными юнитами что в пятерке, что в шестерке. Я думаю, именно чтобы этого избежать, в шестой циве изменили немного формулу урона, при которой юниты следующей эпохи наносят намного более высокий урон, чем это было в пятерке. Поэтому в пятой циве важнее было все-таки правильно действовать юнитами своими войсками, а в шестой стало более важным развитие. Ну и, несомненно, управление городами в шестой цивилизации намного сложнее и интереснее, чем в пятой. Однако, когда меня спрашивают, какая цива для тебя самая любимая, я не могу выбрать, потому что они разные все равно. И вот пока я делал это видео, поиграл в пятерку и опять нахлынули воспоминания, я все равно получил удовольствие. Как и когда возвращаюсь в четверку поиграть? Я бы, наверное, сказал, что моя самая нелюбимая часть среди Сидмейерс Цивилизейшн — это третья, и то только по дебильно сделанным боям, когда подгорает нещадно из-за уменьшения этого столбика хитпоинтов. Во всем остальном они разные, и спасибо Джону Шейферу, что он сделал такую отличающуюся часть, в которую до сих пор играет довольно много людей, и в которой я сам провел очень много часов. Ваши дополнения приветствуются, конечно же, в комментариях. Всех любителей пятерки поздравляю с десятилетием этой замечательной игры. Это, кстати, хорошая причина мои прошлые гайды посмотреть, партии. Я даже случайно у себя на жестком диске нашел еще шесть ФФА записанных, которые я не выкладывал почему-то. Ну, видимо, потому что просто вышла шестая Цивы, и я забил на то, что записывал в пятой. Так что скоро, я думаю, еще и какой-нибудь ФФА в пятерке выложу. Старенькая. На самом деле, о пятой Циве можно рассказывать еще много и долго, но я сделал уже кучу видео, поверьте мне. Просто перейдите в плейлист и посмотрите. Особенно рекомендую посмотреть видео, которое я делал два года назад, даже три года назад, почему я не люблю пятую Циву. И там вы услышите о проблемах намного больше, чем о хорошем. Но в честь юбилея это обзор, тем более его еще не было. Спасибо, что досмотрели до конца, играйте в умные игры, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца, я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!